Сургутские чиновники пересели с личных авто на общественный транспорт и теперь добираются на работу вместе с основной массой жителей. Такое поручение своим подчиненным дал глава города. Поводом послужили жалобы пассажиров. Люди возмущены санитарным состоянием автобусов и их эстетическим видом. Грязные салоны, ржавые расшатанные поручни, порванные сидения. Также есть претензии к поведению кондукторов. Кстати, в Сургуте прошли внеплановые рейды сотрудников администрации совместно с инспекторами ГИБДД. Общественный транспорт они проверяли на конечных остановках, но грубых нарушений не обнаружили. И вот теперь для объективной оценки ситуации заместители главы и руководители департаментов сами должны пользоваться автобусами. Здесь в автобусе обязательно смотрим как санитарное состояние. В общем-то достаточно здесь на улице слякоть, здесь влажный пол, но не грязный. Соответственно, санитарная уборка автобуса проводилась и автобус вышел чистый на линию. Наличие камер сейчас обязательно. Тоже есть кондуктор опрятный. Без грубости, без ничего, как и должно быть. Также оплатили, кто как оплатил. Вот я оплатил, допустим, телефоном. Вы карты, по-моему, оплатили, но вероятнее всего кто-то, сейчас мы слышим, кто-то монетами оплачивает. Ну, то есть как бы наличными. То есть все виды оплаты принимаются. В ожидании автобуса чиновники также обращают внимание на то, как соблюдается график движения и на состоянии остановок. Ездить на общественном транспорте им предстоит еще в течение всей этой недели. Затем состоится разбор полетов. Ежегодно из городского бюджета пассажирские предприятия получают больше 900 миллионов рублей в качестве компенсации затрат. Ведь с установленными тарифами они работают себе в убыток. Поэтому соблюдать требования к перевозкам и оперативно реагировать на замечания в их интересах.